друзья всем доброе утро идет пост данила я надеюсь что вы проводите это время продуктивно смиряя свои сердца свои души перед богом отказываясь от чего-то то что нравится душе нравится сердцу нравится глазам отказываясь от этого ради того чтобы взять на себя дополнительную духовную нагрузку и таким образом стать поближе к богу удаляя из своей жизни все то что может быть уже давно мешает нам если вы обнаружили что-то что является помехой вашей духовной жизни для вашей личности то не будьте к себе снисходительны убирайте убирайте это зло эту грязь этот мусор и своей жизни чтобы быть чистым сосудом годным для господа на всякое доброе дело аминь сегодня у нас 17 день поста и нужды поста озвучены так высвобождайте обетование силы и духовной власти в жизни и служении церкви марка 16 глава луки 10 19 христос сказал своим ученикам очень важные слова луки 10 19 все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и всю силу вражью и ничто вам не повредит христос сказал эти слова не просто так он сказал их для того чтобы мы обликаясь в смелость заходили на территорию врага и просто раздавливали всякое зло которое сегодня пускает свои корни ополчается против нас рычит шипит наполняя жизнь страхом смущением болезнями проклятиями чтобы мы без страха входили на эти территории и освобождали их вот что сказал нам христос я хочу прочитать и евангелие от марка которая тоже указана здесь как стих для этого дня поста марка 16 17 18 уверовавших же будут сопровождать и и знамение именем моим будут изгонять бесов будут говорить новыми языками будут брать змей и если что смертоносные выпьют не повредит им возложит руки на больных и они будут здоровы христос дал сильнейшее обетование для каждого верующего человека не сказано каким-то уверовавшим но всех уверовавших будут сопровождать эти знамения и первое что он сказал именем моим будут изгонять бесов есть люди которые перешли какую-то недопустимую черту они зашли на территорию врага и сегодня они под властью сатаны они живут страхи в смущении в непонятных болезнях во внутренних душевных терзаниях мы те люди которые должны принести освобождение в жизнь этих людей сегодня есть люди которые заболевают и порой эти болезни невозможно чем объяснить христос говорит я даю вам власть чтобы изгонять нечистых духов чтобы освобождать людей плененных болезнью от их немощи друзья эти слова звучат как вызов давайте использовать обетование божье чтобы стоять на них и применять божью власть освобождать пленников выводить их на свободу я помню как однажды одна женщина очень добрая очень такая у нее такое приятное лицо приятная речь она пришла ко мне и исповедовалась каких-то очень нехороших вещах сказала что она пленена она не может властвовать собой ей кто-то овладел и словно повелевает ей что делать и что не делать я начал молиться и тогда без которой находился в ней начал смеяться надо мной он говорил мне уходи отсюда кто ты такой я не оставлю ее тогда я вспомнил обетование божье что из уст своих детей бог устроил хвалу чтобы заградить уста дьявола я сказал сатана смотри ты будешь повиноваться мне потому что я буду прославлять господа и бог выступит против тебя я начал поклоняться богу и в этот момент эта женщина упала на пол она зашипела потом еще какие-то вещи начала делать и сатана оставил ее дух нечистый оставил ее и для меня это было такое сильное свидетельство что бог сильнее всего и когда мы прославляем его сила божья приходит на то место где находимся мы друзья давайте будем использовать божью силу божью власть давайте молиться за церковь давайте применять божье обетование к себе чтобы быть успешны в духовных сражениях божьих вам благословений хорошей молитвы и хорошего поста сегодня аминь 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 аминь